МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радио Крым Реалия. У микрофона Павел Казарин. Ну, в очередной раз напоминаем, 105,9 FM. Наша чистота в Крыму. А кроме того, милости просим на наш сайт, на наши аккаунты в социальных сетях. Мы там есть. Там есть видеотрансляция. Так что увидимся, друзья. Не только услышимся, но еще и сможем наблюдать. Ну, в общем, лучше вы за нами. Мы за вами не подсматриваем. Кроме того, добро пожаловать к нам в эфир. 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Мы как раз совсем недавно в одном из эфиров говорили о том, что долгие годы для Киева на протяжении постсоветских десятилетий Крым представлял интерес только с точки зрения вот как раз-таки дележа лакомых крымских земель. Все это рождало ситуацию, когда в крымском политикуме царила, ну, такая себе неразборчивость, потому что профессионально-морально-волевые, если условно говоря, качества крымского политикума никого особенно не интересовали. Как раз интересовали там способность идти на компромисс и вот как бы вот находить свое место вот в этой пищевой цепочке по разделу и распилу крымских земель. Из-за чего порой в крымской политике оказывались очень любопытные люди. И в 2014 году даже у многих сторонников аннексии Крыма, у тех, кто, собственно, ходил с развивающимися российскими знаменами, была надежда на то, что Россия, придя в оккупированный Крым, вычистит тех людей, которые называли себя крымской политической элитой и заменит их на других каких-то людей, на пришлых с материка, на тех людей, которые, может быть, попытаются ввести в Крыму какие-то иные правила игры, отличные от тех, что существовали с 91 по 2014 год. Но чем дольше ты сматриваешься в крымские новости, тем больше тебя не покидает ощущение, что все эти надежды канули в небытие. Потому что те люди, которые всплывают в кадровых назначениях на территории полуострова, они хорошо крымчанам знакомы. Порой, даже не редко, с 90-х годов. С тех самых 90-х годов, которые принято называть лихими. Вот давайте послушаем один сюжет, и я думаю, вы поймете, к чему я клоню. Крым в центре внимания в бюджет Симферополя. Надо посмотреть для начала, что там, как, сделать проверки, ввести курс дела, посмотреть бюджет, прочие-прочие вопросы, будут приниматься какие-то решения. После голосования Игорь Лукашев отправился за указаниями к подконтрольному Кремлю главе Крыма Сергею Аксенову. С ним планируют согласовать дальнейшие кадровые решения. Как только будет обратная связь, вы сами поймете, какие проблемы будут людей. Мы, ваши союзники, здесь будем помогать. Здесь другой задачи нет. Там только Симферополь сделать лицом, фасадом Республики Крым. Это столица. Поэтому вот только полевая работа. Кресло руководителя Симферополя стало вакантным в августе этого года, после того, как Геннадий Бахарев подал в отставку. Игорь Лукашев, глава комиссии подконтрольного России Госсовета Крыма, первый вступил в борьбу за место. Дебютировал на конкурсе сразу с превышения лимита выступления почти в 20 минут. В итоге из девяти кандидатов оставили двух, говорит заместитель председателя Совета Министров Крыма Игорь Михайличенко. Выражаю особую благодарность участникам конкурса, кандидатам, которые выразили заинтересованность, готовность работать в администрации города. Уверен, что все предложения и перспективные идеи найдут свое место в конкретных делах городских властей. 55-летний Игорь Лукашев родился в Симферополе. После окончания Днепропетровского университета работал подсобным на Симферопольском учебно-производственном предприятии УТОС. Был мастером на предприятии «Крымсельстрой», а также инструктором отдела оборонно-массовой работы Симферопольского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Украины. В 90-х Игорь Лукашев становится бизнесменом, после ударяется в политику. В 2006-м он занял должность председателя одной из постоянных бюджетных комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым. В 2009-м году Геннадий Маскаль, возглавляющий тогда милицию полуострова, назвал имя Игоря Лукашева в списке тех депутатов Крымского парламента, которые состоят в криминальных группировках. Надеюсь, что на следующих выборах крымчане дадут соответствующую оценку тем политическим силам, которые, несмотря на горький опыт, вновь включают в свои избирательные списки представителей криминалитета. Среди них выделяются свои активные позиции Александр Мельник, Игорь Лукашев, Николай Котляревский, хорошо известные крымчанам по временам бандитского Крыма. С января 2016 года Игорь Лукашев возглавляет один из комитетов подконтрольного в Москве Госсовета Крыма, является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». Друзья, ну опять же, если смотреть биографию Игоря Лукашева, ну такая себе довольно стандартная. Сперва был, условно говоря, комсомольцем. В 90-х годах, как кокетливо сказано в нашей информационной справке, он становится бизнесменом, а вот в 2006-м он становится внезапно политиком. Хотя, знаете, понятие бизнесмен в 90-е годы, оно довольно-таки растяжимо. Я думаю, что о биографии многих крымских политиков лучше всего спрашивать журналистов-расследователей, тех, кто занимался как раз-таки пристально событиями 90-х и нулевых годов. Например, наш коллега, украинская журналистка-расследователь Татьяна Курманова, она вот рассказала нам перед эфиром, что в свое время Игорь Лукашев был главным кассиром крымской организованной преступной группировки «Сейлем». А затем занимался распилом бюджетных денег в правительстве полуострова. И давайте я не буду пересказывать ее комментарии, а мы послушаем его сами. Мнение Во-первых, мне хочется, конечно, посочувствовать жителям Симферополя, у которых теперь новый так называемый мэр, потому что Игорь Лукашев всегда был в связке с другими не менее одиосными крымчанами, с Котлеревским, с Мельником, с Аксеновым. Крымчане знают, что все эти люди относились к различным группировкам, но вот работали в крымской политике со временем. И вот, собственно, Лукашева называли, я помню, еще даже говорил об этом Геннадий Москаль, когда был начальником ГОМВД Украины в Крыму, говорил, что вот, собственно, Лукашев, которого называли Лукашем или каратистом, это вот человек с ОПГ «Сейлем», которая была в Крыму в начале 90-х, естественно, широко известна. Ну и вот такой вот человек, его называли, тот же Москаль называл Лукаша, собственно, держателем кассы общика «Сейлема». Ну и вот такой человек многие годы его сглавлял, потом, позже, я уже его знала как главу постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике. Но хочу сразу отметить, что особо он в своей этой должности ничем не отметился, ну, по крайней мере, как по своей журналистской деятельности могу это сказать, потому что, по большому счету, это была работа по расписыванию ресурсов, и сам Лукашев не очень хотел об этом разговаривать, интервью давал не очень охотно. И вот последняя информация, которая у меня на слуху, это провальная реконструкция центра Крымской столицы. Ну, собственно, у меня даже не возникает вопросов, почему именно Лукашева, например, на эту должность выдвигают, поскольку он как раз-таки дружил с Аксеновым с самого начала. Аксеновым, как известно, и мы это в своих расследованиях также доказывали, является бывшим членом ОПГСЕЛИ, и Немельника, с которым он дружит и особо гордился этой дружбой, тоже относится к этой группировке. Вот, что теперь превратится Симферополь, учитывая глав Крыма и главной крымской столицы, открытый вопрос, я ничего хорошего не жду. Мнение. Друзья, ну вот, собственно, у Симферополя есть новый городоначальник. Но вопрос ведь даже не в фигуре этого городоначальника, об этом чуть позже, а о тех проблемах, которые сегодня есть реально у крымской столицы. Ну, у любого города, объективно, есть проблемы. Они связаны с какими-то коммунальными вопросами, либо градостроительными, либо архитектурными, либо с наличием или отсутствием генерального плана. Вот, что на самом деле сегодня тревожит жителей крымской столицы, и какие вопросы пришлось бы решать любому абсолютно мэру, вне зависимости от его биографии. И от его фамилии. Это вопрос, который мы адресуем нашему гостю, крымскому политологу Дмитрию Амельчуку. Дмитрий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Вот тот человек, который, так или иначе, окажется в кресле крымского мэра, какое наследство достанется ему в руки, и какие первоочередные, на ваш взгляд, проблемы сегодня волнуют симферопольцев, решения которых, соответственно, находятся в руках городской власти? Ну, проблем этих более чем предостаточно. Уже тут назвали немножко, но реконструкцию центра в той части, о которой говорили, ее закончили, и даже в конечном итоге получилось довольно симпатично. А есть проблемы, которые надо решать с самого нуля. Прежде всего, самая острая, с моей точки зрения, на сегодняшний день, это транспортная проблема. Во-первых, последние лет 30, никто серьезно не занимался прогнозом того, сколько будет машин завтра, какие нужны пути. И вот этим мы сегодня имеем, ну, мягко говоря, просто коллапс. Он еще усугубляется тем, что ведутся в ряде мест реконструкции. И пробки, тягучки, это стало настолько повседневностью симферопольцев, что уже, в общем-то, по-другому мы себя и не мыслим. Это одна из самых таких жгучих проблем. Другая, у нас каждый раз, когда меняется голова, или приходит новая политическая сила к власти, возникает вопрос о том, как чистить город. Сразу появляется новое коммунальное предприятие, старое куда-то пропадает. Закупаются новые машины, новая техника, обещают, что теперь все будет хорошо. Но проблема остается для Симферополя очень острой. Тем более, что за последние десятилетия многократно уже рассказывали о том, что у нас будет строиться что-то типа по переработке мусора, или по утилизации, по сжиганию, а воск лица и ныне там. Еще одна проблема. Ну и, конечно же, градостроение. К сожалению, не решен очень важный вопрос. Если мы хотим превратить Симферополь в какой-нибудь Дубай, и тогда беспощадно сносим все дома в центре и строим на их месте современные, новые, высотные офисы и прочее, это один разговор, но это из области фантастики. А если мы хотим сохранить какую-то часть центра как исторический памятник, знаменитый уездный город Н, то тогда нужно принять решение, что внутри этого квадрата, если мы что-то реставрируем по-старому, а нет, значит, ничего нового, мы там не строим такого. К сожалению, это правило не выдерживается, и город сегодня в архитектурном плане представляет тотальное смешение строений еще 19, 20 и 21 века. Когда иногда со вкусом очень плохо обстоит дело. Ну и, конечно, очень-очень много проблем коммунального хозяйства. Сети изношены до предела. Тут уже наследие, знаете, все, что было построено в годы Советского Союза, а в последний период застой даже мало строилось или реконструировалось, все сегодня уже вылезает. Кончается эксплуатационный срок, бесконечные аварии. Тут непочатый край работы. Понятно. Еще один вопрос, если позволите. Вот, собственно, изначально выбор, ну, как бы, условно говоря, был объявлен конкурс на должность Симферопольского градоначальника. Многие подавали, собственно, я так понимаю, туда заявки. Но в конечном счете, после того, как был сделан выбор, собственно, выбор пал на Игоря Лукашева, многие стали говорить о том, что вот насколько конкурентна это была процедура, давайте посомневаемся. Вот лично для вас вы воспринимали эту процедуру как изначально конкурентную? Или, на ваш взгляд, была, ну, такая, детерминированность в том, кто победит? После того, когда я ознакомился с кандидатами, так сказать, с претендентами, у меня было некоторое сомнение по поводу того, не будет ли запущена темная лошадка из приезжих. Вот. Но в конечном итоге, понятно, что остановились. И вот судя по тому, как закончились конкурсные дела, сегодня можно четко говорить о том, что изначально было ясно подководство это организовывается. То есть конкурентура была согласована заранее. Человек из своего круга, человек достаточно в Крыму в разных степенях известный, и поэтому все остальные были явно неконкурентны. Понятно. Вот вы знаете, мы как раз перед эфиром дозвонились еще одному человеку. Это российский активист в Крыму, представитель общественного объединения, Крымский антикоррупционный комитет Илья Большедворов. И он как раз тоже говорит, что вначале в городе существовала определенная интрига, появится ли какой-то новый человек на посту главы Симферополя. Ну, а позже он описывает как раз то, как эта интрига исчезала. Давайте послушаем мнение Ильи Большедворова. Мнение. Как бы была определенная интрига, что может кто-то вмешаться с другими кандидатами в борьбу за место главы администрации города Симферополя. Но это все, в общем-то, по ходу уже прохождения конкурса этого разведения в Симферополе. И в конце уже в течение пяти минут буквально там перелались на рекламную паузу, прямую трансляцию. Прошло не больше пяти минут, и у нас стали известны кандидаты, которые были выдвинуты на уже очередную тессию Горсовета на утверждение. То есть, если комиссии достаточно буквально пяти минут для того, чтобы выбрать из девяти кандидатов двух наиболее подходящих, то, в принципе, становится понятно, что все было сделано заранее, и что там был не больше, чем спектакль для того, чтобы люди могли увидеть, вообще как проходит это собеседование, можно сказать. Вопросы задавались достаточно глупые на комиссии. Ответить на них никто из кандидатов толком так и не смог. Какие-то были попытки. Ну, в общем-то, я не могу даже обвинить кандидатов в том, что они как-то неправильно отвечали на поставленный вопрос, и вопросы стоялись неграмотно и абсолютно незачем, можно сказать. По существу об их деятельности в карьере кандидатов никто не спрашивал. В общем-то, то есть, это был короткий рассказ там презентации о себе. И отверждение кандидатов в очередной сессии Горсовета буквально на следующий день, после того, как было принято решение комиссии, я как бы считаю, что это тоже было сделано намеренно. Все очень быстро для того, чтобы, ну, граждане Сент-Петербурга, люди, которые в городе живут, там, которые этот город переживают, в общем-то, не успели даже и понять, что произошло. Мнение. Это было мнение российского активиста, представителя общественного объединения, Крымский антикоррупционный комитет Ильи Большедворова. Мы возвращаемся к разговору с крымским политологом Дмитрием Мамильчаком. Дмитрий Владимирович, буквально последний вопрос. Вот на ваш взгляд, почему, собственно, сегодня в крымской актуальной политике продолжают первую скрипку играть люди, которые знакомы нам еще с 90-х годов? Где кадровые ротации, где кадровые обновления, и почему даже, условно говоря, процедура смены флагов в феврале-марте 2014 года вот этого, вот такой вот процесс кадрового обновления запустила, ну, не повсеместно, если угодно. Давайте очень коротко отвечу, если действительно так. А что рассчитывали на что-то другое, что Россия придет и будет вытаскивать, выискивать новые свежие кадры. У них что было, кадрополитика, они к этому много лет готовились. Осталась старая обойма, элита не отдает власти своих рук. Она достаточно жестко сконцентрирована, довольно тесно сплочена еще со времен партии регионов. Никто никого не ждет. Вон в Севастополе там другой пример, там много новых заехало в континент, и что стало лучше, тоже не стало лучше массовое недовольство. Здесь удивляться не приходится, это вполне естественный, вполне логичный процесс. У вас осталось в руках тех, кто ее для себя успешно приватизировал. Да, довольно подходящий термин. Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был на связи. Кстати, вот в продолжении темы, российский общественный активист, глава организации «Чистый Крым» Владимир Горначук, он считает, что назначение Игоря Лукашева, это вполне себе пример такой дистрофии кадрового резерва Сергея Аксенова. Давайте послушаем мнение Владимира Горначука. Мы видим продолжение истории с захватом командных высот во власти Крыма людьми, происходящими из ОПГ с целью 90-х годов. И Лукашев был финансистом ОПГ, насколько мне известно. И именно поэтому это единственный фактор, по которому он стал, во-первых, в начале депутатом. А сейчас, когда у Аксенова закончились фактически уже члены команды, которые не успели себя плохо показать, это было сделано там тем же Растенко, то, соответственно, начали уже там шерстить по депутатам и Лукашеву назначать. Это просто говорит даже не о кадровом голоде, а о кадровой дистрофии Аксенова. Мнение. К нашей беседе присоединяется крымский политик, лидер Крымского отделения партии коммунистов России, Леонид Иванович Грач. Леонид Иванович, доброе утро. Доброе утро, Павел. Скажите, пожалуйста, а что вот, например, крымчанам или молодому поколению крымчан нужно знать про Игоря Лукашева, который, я так понимаю, теперь будет распоряжаться всем хозяйством крымской столицы? Я не знаю, почему вы его Лукашевым называете. Все-таки он Лукашев. Это мелкая сочка, и надо значительно глубже и шире смотреть на все процессы, которые происходят. Во-первых, Россия приветствует, к сожалению, криминал. И криминальные проявления везде в Российской Федерации процветают. В частности, в том числе и в Крыму. Казалось бы, Крым так дорого, в буквальном смысле этого слова, стоит России, гражданам России и так далее, и тому подобное. И логика подсказывала, что, коли из-за Крыма, из-за действий по Крыму, восстала такая масса, масса, огромнейшая и сила, как международное сообщество, надо тогда в Крыму было хотя бы показать, что здесь будет все стерильно, и это, прежде всего, Владимиру Путину надо упрек такой ставить, для того, чтобы действительно показать, что в Крыму наводят порядок. Произошло с точностью наоборот. Вот криминальные круги пошли сюда, на полуостров, начали отжимать, отбирать, прибирать к рукам и так далее, и продолжают до сегодняшнего дня этого делать. А местечковым, те, которые действительно выходцы из криминала и имеют свои клички и так далее, и тому подобное, ничего не оставалось делать, как вступить в борьбу. В борьбу за то, чтобы что-то иметь. А что-то это, значит, ресурсы, которые заложены в бюджете, это земля, это недвижимость и так далее. Что им тогда оставалось делать? Они пошли по пути тому, что, по сути, узурпировали власть, причем таким образом. Вы посмотрите, что такое Аксенов провозглашает на весь мир подходы, что будем избирать только местного. Местного, живущего в том или другом городе. Получается, что теперь тот, кто живет в другом городе или районе Крыма, заказано быть кандидатом на руководителя администрации в Феодосии, в Симферополе, в Ялте и так далее. Это первое, что отрублено было, и это вызов в том числе и конституционным основам Российской Федерации, потому что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. А раз так, тогда пошла коса на камень. По Севастополю тут действительно товарищи до меня упоминали, но ведь там же был такой вопрос. Во-первых, севастопольцы еле-еле вырвали, что называется, с мясом право избирать себе губернатора. Во-вторых, приехал за полторы недели до выборов губернатора Севастополя Козак. Такой вице-премьер, который, как говорится, специализируется. Там по одному лицу видно, что у человека, как говорится, с интеллектом далеко не так. И сказал всем, вон отсюда, и в том числе Аксенову, чтоб я тебя в Севастополе не видел, ты уже сюда руки запустил и так далее и тому подобное. То есть идет борьба за передел не только власти, но и, естественно, всего того, что власть может натворить. И то, что пошло сегодня, вот эта идеология, что мы будем своих избирать, и таким образом, то, что у них прошлое гнилое, то, что они с бандитского мира связаны, то, что они бандитскими мерами будут руководить, это их не волнует. Им надо как можно больше успеть награбить до мартовских выборов президента России. В любом случае, после мартовских выборов президента России, они до этого испачканы, замазаны, сидящие на крючке и возбуждающие по ним уголовные дела. Чего только стоит он на сотни миллионов, возбуждают уголовные дела по бывшему завозному министру энергетики. С чего только стоит все то, что происходит сегодня в медицине, достаточно сказать, что на 56 миллионов ограбил главврач центральной больницы имени Семачкова народ. Чего только стоит, когда в самом совете министров 10 миллионов своровали на ремонт по подложным документам и так далее. Поэтому они тоже прекрасно понимают, что после избрания на второй срок Владимира Путина, он их повычищает отсюда. А раз так, так этот беспредел будет нарастать, будет продолжаться противостояние, а от этого будут стонать, плакать и нищенствовать сами крымчане. Вот эта картинка, которая уже вырослась. И была предсказана, кстати. Да. Леонид Иванович, спасибо за такой исчерпывающий, довольно эмоциональный комментарий. Леонид Иванович Грач, крымский политик, лидер крымского отделения партии Коммунисты России, был на связи со студией радио Крым Реалии. Да, друзья, новые лица в крымской политике все по большей части оказываются старыми лицами, хорошо знакомыми, биографии, которых до недавнего времени можно было найти, в том числе в небольших брошюрах, которые продавались и назывались, не знаю, там, Крым Криминальный. Думаю, что у многих они в библиотеках есть, так что милости просим, ищите, смотрите, в конце концов, вам теперь с этими чиновниками жить. Поэтому берегите себя, слушайте радио Крым Реалии. Мы будем держать за вас кулаки. Крым Реалии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова